В Государственном таможенном комитете подвели итоги служебной деятельности таможен во втором квартале нынешнего года. Лучшему подразделению был вручен переходящий вымпел. Кто оказался победителем, узнаем из следующего сюжета. Базовые дополнительные показатели, характеризующие работу структуру подразделений ГТК, оказались наиболее высокими у бендерской таможни. В то же время цифры по исполнению плановых норм отчислений денежных средств в республиканский бюджет были выше у терраспольских таможенников. У вас идет всегда упорная борьба с терраспольской таможней. В прошлом квартале они заняли первое место. В принципе, это соревнование идет как и в прошлом году. Вы удерживаете за год первое место, но сейчас борьба в самом разгаре. На этот раз разрыв в баллах между этими двумя подразделениями был значительным, чему способствовало раскрытие сотрудниками бендерского отделения по борьбе с контрабандой ряда громких уголовных преступлений, в том числе связанных с дачей взятки должностному лицу. Практика показала, такая оценка деятельности таможен стала хорошим стимулом для активизации работы сотрудников и повышения эффективности контроля со стороны ГТК. Сегодня перед таможенными органами нашей республики стоят не только традиционные задачи, возложенные на таможенные органы. В части пополнения казны нашей республики, контроль за соблюдением таможенного законодательства в области таможенного дела, но и решение таких имиджевых для ПМР вопросов, как модернизация международных пунктов пропуска, создание наиболее комфортных условий при пересечении таможенных границ нашими гражданами и участниками внешнеэкономической деятельности. Несмотря на некоторый спад внешнеэкономической активности во втором квартале, в зоне деятельности бендерской таможни ежесуточно оформляется до 80 деклараций на различные грузы. Причем среднее время производства таможенного оформления составляет даже не 4 часа, как установлено законодательством 2012 года, а полтора-два. Александр Кожухарь по материалам пресс-службы ГТК